всем привет продолжаем моделить значит сегодня еще так по моделям различные пропусы да попробуем там телефону же детку если успею а также нужен плинтус там шторы вот двери и так далее буду немножко наверно как-то ускоряться я думаю у вас уже с блендером все получается вот так что поедем доставлю пока что стены я нажал смешно цифровой клавиатуре это шезонированный режим напомню так теперь клавиши дверку до дверку наверное как-то тоже попробуем сделать по-быстрому я выделяю вот эти ребра простую какую-то сделку нажимаю shift и и п селекшен да то есть я скопировал и отсоединил вот эти вот ребра так теперь да теперь надо сделать как бы и дверное полотно и какие-то наличники что ли да сейчас тут в общем то нужно а заморачиваться нужно заморачиваться не давать ладно поехали дамы включил отображение выделил вернее зашел в edit mode включил ребра выделил и нажму е и x да то есть делаем как бы лутку вот как его тут сделать какой-то толщины должна быть дверное полотно обычно 4 сделаем 8 до 80 миллиметров вот так теперь выделяют все нажимаю е и как бы идем не понимает куда ему экструдироваться правой кнопочка как бы отпустить и теперь нужно экструдировать их вдоль нормально да то есть у каждого полигончика есть такой перпендикулярно на лицевой стороне называется нормально нажимаю alt с да и масштабирую вдоль нормально если получается вот такие сейчас штуки да непонятно одна в одну сторону те в другую вот это может происходить если вывернуты они до вывернуты нормально то есть у каждой плоскости они в разные стороны смотрят вы можете это посмотреть поставили видим тут в одну сторону тут уже красная в другую тут тоже красная все это нужно вывернуть в одну и ту же сторону еще это можно просматривать в режиме редактирования но тогда вы в ролях выбираете вот это да и видим тут она сюда смотрят там как бы они в другие стороны нужно это все перевести к одному виду да то есть указать лицевую сторону можно перейти в наш нормал и пересчитать да вот клацнули все вывернулись вообще не туда а значит 5 мэш нормал внутреннюю вот и все хорошо ну или увидели можно использовать горячие клавиши теперь если я нажму е на потом alt с то могу масштабируйте сюда ну или же можно было пойти вот сюда выбрать соли гифа фейс вот и указать какая там нужно нам толщина сейчас 10 миллиметров давайте сделаем 20 20 20 как-то не так да вообще вот не похоже отменю выйду в режим редактирования нажми контролей и применю скил на скресси он там другой теперь опять зайдем тоже выбираем фейс соли дефай ну теперь это уже похоже на 20 миллиметров да и напишем тут минус в нужную сторону так есть это сделали теперь я делаю контру р поделют окна пополам эту штуку и выделю вот эти три фейс 3 еще можно на выбирать экструдь например вот тут есть выпадающих список с разными методами экструдирования давайте сейчас добавлю на каком-нибудь шарики юли сфер заходим в режим редактирования видим синими штучками куда нормально смотрят и вот первое если я нажму е да он в общем то не было не понимает куда ему экструдироваться вот просто но тут есть еще такие разные способы экструдь манифолд это типа экструдирование типа как в скетчапе выбираете объекты начинаете что-то куда-то экструдировать он будет пытаться там сжирать ребра ну на шарики не очень получается давать еще кубик добавлю вот например я что-то подразделил вот выбрал могу сюда поехать так экструдировать тогда то есть видим что как бы все нормально получается вот следующий способ это экструд и long normals да опять же на этом сейчас давайте выделю то есть в доле нормально свои берем тянем вот следующее экструд индивидуал то есть вы если выбираете иначе выберите этот режим индивидуально потяните то как бы каждая разрывается и экструдируется они индивидуально в принципе такой же экструд будет работать если вы выберете индивидуал оригин да и так вот так он будет в разные стороны так ну в общем понятно да и экструд ту курсор это как control как будто вы зажимаете да выбрали что экструдировать и кликаете с контуром и курсору происходит экструдива так едем к двери так выделяют раз элемент 2 элемент и 3 элемент также вот это можно экструдировать нажав е а потом alt с да и вот экструдируем вдоль нормальный или же могли выбрать вот это экструд лонг нормас да то есть как бы сразу это же на какое-то значение об а значение нам надо 20 миллиметров вот и тогда вели как бы точные значения так нутку сделали те дверное полотно выделяю это часть это это и вот это нажимаю шильдэ на язык шильдэ скопирует тоже п с лэкшем отцы иди то есть тут у меня есть дверь захожу выделяю вот и нажимаю зале вот теперь экструдируем выберем к точкам нажимаю е удерживаю контур дальше проект струдируем так теперь дверь сделали до наличники надо сделать выходим опять же зайдем в нашу будку и как бы скопируем вот этот эту и вот эту штуку да сначала вот эти две штуки shift д скопировал нажимаю теперь е и вдоль красной оси на сантимчик е x выдвину до 10 миллиметров хорошо с этой точно так же x10 только не в ту сторону x10 минус напишу есть теперь вот эти вот штуки на выделил вот и так нажимаем там е и сделаем 80 минус эту сторону и здесь shift r да но не в ту сторону поэтому опять е 80 классно и делаем 80 так сделано как бы простые такие сделал учу тут выделю вот этот и этот полигон нажму g z control вот в принципе да как-то там вставили возможно что-то не то я тут эту да забыл как бы забыла скопировать нажимаю и вот так в да вот отсоединил теперь вот это да это отдельный элемент и теперь мне сейчас опять l shift h спрятать невыделенные вот эти нужно сшить нажал сшить alt h опять все показал вроде бы как бы так вот возможно их стоило бы немножко поопускать да чтоб они как-то вот тут были ну оставим в общем то есть я добавлю модификатор бэву сделаем паски там миллиметра три пару штук так чему добавил фаски вот этому всему и почему-то я их тут не вижу это может быть из-за того что есть какие-то или двойные вершины на какие-то проблемы с геометрией вообще где-то какие-то точки но если я сейчас выделю и нажму м до типа by distance удалю точки у меня удаляться не и вот тут вот поэтому нужно или брать каждый элементу так выделять бои здесь не свернули вершин ничего не было вот здесь здесь ничего опять проверим и тут ничего с вершинами все хорошо с ними выделим вот эту часть ну тут вот 20 их видите удалено где-то я опять же там скопировал да что-то и так еще раз shift н пересчитаем все нормально давно модификатор сразу за работу вот все хорошо сделаем те миллиметра два получили маленькие фасочки вот в принципе дано вернуться от этими нужно было бы их их чуть-чуть посдвигать так я возьму пояса вашим отсоединю выделю это перейду в точке и выделим эти вершинки и вот эти вершинки на сделаем с и вот здесь тоже самое вот появились эти вроде бы все хорошо дверь у нас просто обычная простая и все такое ручку тоже в общем да не буду сейчас заморачиваться там ее как-то как бы делать это в принципе как у окна точно так же можно сделать вот так все это теперь сейчас соединил один элемент control j и вот нажали слэш показали все так давайте наш потолок уберем вот дверь то есть стало так плинтус до выделили наш объект и нажмем тоже слэш что все пропало с плинтусом можно поступить и ну опять же несколькими способами первый если плинтус какой-то просто обычники вы выделяете нужные ребра так тоже нажимаешь fd и копируем вот потом где z ну давайте там миллиметров на 60 60 сделал вот так выделил надо было да лучше в отдельный элемент это вынести давайте теперь легко захожу легко мне все это выделять вот ну можно было дал и чуть 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 больше но вот как смысл какой дальше до дальше опять же там shift n вывернули control shift n 2 на нас они все смотрят до смотрим будут перпендикуляр чеки стоят нормально все на все с ними хорошо опять же можно нажать е и потом alt s да и масштабируем вдоль нормально вот потом типа выделить вот эти вот линии тут сверху я сделал это альт и клик и вот здесь клик сделали control b и тоже да потянули взяли вот в принципе да уже какой-то плинтус получился второй способ еще как можно это сделать это взяли тоже скопировали нужные ребра да там где будет у нас этот плинтус опять нажимаем shift dp selection да то есть отсоединили в отдельный элемент дальше на виде сверху рисуем как бы профиль этого плинтуса а вот этот еще до что нужно сделать это взять его и конвертировать в кривую вот это теперь кривая дать то есть мы тут можем указать ему павел какой-то мы тут можем на при оружии добавить толщины что-то с ней делать данную сейчас я это пока уберу вот или я беру теперь нажимать и shift a play добавлю дата перенесу сюда захожу в режим редактирования м и центр да то есть я получил теперь одну вершину дальше смотрим клеточки сейчас клеточка один сантиметр передвинуть это вот дальше тогда берем нажимаем доед и пассиве 1 8 экструдирую терье x сделал тут на какое-то значение 5 екструди сюда выдвину вот тут привяжу и эти две точки нажал f объединить теперь control shift b да потому что это у нас мы экструдим вершин control shift b потянем покрутим есть вот и это тоже должно быть кривой поэтому тоже конвертир и теперь выделяем нашу кривую видим кривая и вот здесь было указанного вот вот понятно что произошло так в другую сторону да у нас все почему-то маленькая такое плинтус что-то он не похож в нем 8 сантиметров я взял миллиметров то не а этот сантиметрах так это когда до дом у меня изначально у него масштаб да то есть все с ним не то и когда я брал эту кривую копировал проблема так скейл применю сейчас вот это удалю и еще раз далее выбираю опять же ребра есть пять копирую делил выделил object convert to mesh кривая да и теперь выберем теперь да с размером все хорошо и сторона тоже все нормально fill caps чтобы закрыть эти штучки да то есть вот таким способом можно адресовать всякие багетики и тому подобное в любой момент если вы перейдете например переделывать вот этот профиль у вас соответственно будет меняться и профиль вот здесь так и еще да вот видите такая беда в она с одной стороны в одну с другой в другую сторону да то есть тут нам надо как-то кривую что ли починить давайте у кривой по моему часы не помню где-то можно или считать так а он switch direction сейчас у этой теперь выделим вот эту части тоже switch direction о да то есть по выворачивали в нужную нам сторону вроде теперь все хорошо но мне вот тот первый метод как бы предпочтите тут просто на вот это плюсик такой есть если нужно что-то там добавить да к примеру вот к этой там кривой возьму тут еще например добавим несколько точек на могу что-то менять точек перенесут куда добавил и у нас везде тоже такая штука давать вот в этом положительный момент кривой в любой момент перерисовали в общем вот этот был фаску выбрали ее заново да и все у нас будет нормально так дверь это сделали так что рыбы не помешали шторы опять же дам несколько есть способов на просторах интернета можете посмотреть самый как бы такой нормальный это используя чтобы мы использовали сейчас добавим сначала клейник это будет наши шторы крутим сирование да я просто сразу выберу там высоту дам нужно вот теперь 5 нажму буду работать вот с ними лейн 6 курсор сюда лейн добавили он нам как так и сейчас еще скопируете мне пока не копирую сначала в общем да чтобы делать какие-то симуляции и тому подобное нужно объект будет подразделить а ну и самый наверное простой способ как можно создать шторы это первое добавить кривую безе да вот она например за шли в режим редактирования у вас есть вот идет хендлы ручки вот вы все можете также как и в режиме редактирования с нашим удерживая control да по такую кривую сделать делали вот и у нашей кривой есть такая штука параметра параметра параметр extrude да и вот по экструдировать ну типа в общем как варианты уже уже это может быть также у экструдо потом до подразделить его и можно деформировать ну например вы опять берете конвертируете в мышь зашли в режим редактирования control r чуть подразделили так shift с курсорку selected и добавили к примеру вот деформационную решетку я ее масштабирую сюда смасштабируют с x чуть-чуть и с у этой деформационной решетки также есть в данных настройки на количество подразделений не надо мне добавить и вот добавить и теперь выбираем наш объект идем в панель модификаторов добавляем модификатор латис указываем деформационную решетку и теперь когда мы зайдем режим редактирования этой решетки и начнем где ну производить какие-то действия нас вот этими вершинками вот мы можем добиться какого-то там результата ну это да такое как бы первый такой простой способ вот дальше вот это мы хотим посимулировать но первое я тоже должен свою поверхность разделить ну как бы на такие квадратики я сначала вот так поделю вот наверно это квадратики да давайте контролер делим выделю все дабыла с обдевает ну и повторим эту операцию так ну не очень квадратик получился сейчас формочка и тут опять не получается ладно оставим как есть вот ну просто а когда делится объект делится на четыре части и лучше чтобы эти части были как бы одинаковые такие квадратики ну да ладно сейчас попробую да там с обдеваем я шифтер нажимаю и но например вот столько мне вершин как бы хватит вот и сейчас копируем есть несколько способов до 1 это типа по привязываться тут к точкам хуки так называемые выделил точку нажимаю control h hook to new object опять control h тоже control h и добавляем видите как буки на месте к выделенной вершине прикрепляется от объектик empty вот затем важно вот эти вот вершины которые мы м тики типа прикрепляли добавить в группу мы заходим в данные объекта его создаем новую группу вершин нажимаем и сайт вот принципе пол дела сделано дальше нужно анимировать я хочу анимировать вот эти вот смещения да вот этих моих хуков крючков зацепов как-то так то есть он схватился за вершину этот зацеп а я выделяю их выделю последний вот этот сделаю его активным да то есть сделаю точку вращения от активного там элемента теперь видите масштаб будет к нему происходить дальше говорю что только положение объекта я сейчас был масштабе и теперь нажимаю а и и устанавливаю ключ ключевой кадр первый кадр и то есть запоминаем их состояние вот идем к примеру там кадр в шестидесятый я нажимаю с масштабирую их вот так а я опять нажимаю ой и опять лакейшин то есть видим теперь у него такая там анимашка происходит вот дальше мы идем настройки ткани да то есть нашу пилю настроить ее нужно создать не должны нашему объекту указать что это ткань вот там в улице поставим на десяточку компресс 1 поставим нам нужно указать что наш материал к чему-то закреплен мы для этого и делали эту группу вершин ну и теперь нажимаем типа play ну и у нас происходит как бы анимация вот закрытие наших штор где-то в каком-то положении остановили и смотрим я применю нажму control 2 применим модификатор subdivision да и видим что у ткани есть от само пересечения да то есть это не очень вот поэтому нужно пойти в пункте коллижен тут тоже там где-то на 5 сделаем ставим селф коллижен тут дистанцию дистанцию ну там пару миллиметров поста вот и опять сбрасывают только уже селф коллиженом просчет будет идти дольше но он исключит вот это само столкновение ткани само пересечения ну там немного подождали сколько вам надо кадров ну допустим хватит вот да и сделали вот такую штуку дальше вы в модификаторе например вот здесь можете класс сейчас давайте вот этот уберу класс во первых хода нужно давайте запечем эту анимацию где-то тут у нас есть кэш ну давайте посмотрим кадр указываю и нажимаю break процентики опять будет сейчас расчет этого всего но как бы запечется вся эта анимашка в ключевые кадры готова готова теперь мы можем ползунок до двигать и вот наша анимация запеклась можно выбирать это состояние а также можно теперь появится по моему тут она была нужна изначально и было даст сейф с шейпки какие-то пультики давайте сохраним вот так и теперь посмотрим да вот у нас добавилась такая штука но ничего не происходит интерес у нас шейпки а теперь происходит да то есть мы применили да есть какие-то глюки не знают почему они появились отменю делал так анимация запечена да можно и не так оставить но как-то тут модификатор apply он из-за того что был не первый в общем нет сделаем вот так сначала все есть мы анимацию за петли удаляем все вот эти вот вот да то есть есть и теперь эту штуку мы применим как ключи форм теперь по идее о да теперь заработал да и теперь мы можем накинуть на все это модификатор сам дивизион то и сглаживает насколько нам вот ну и получили да вот такое что мол например удаляю их можно получить еще попробовать дать чуть по-другому вот с помощью тех же ключей for я изначально выберу например вот эти точки вот я и сразу добавлю в группу плюс писаем вот теперь выберу последнюю точку чтобы она была активна тут мы стоим активный элемент да и теперь создаем ключи for базовый это наша база мышь и теперь 2 типа изменений заходим в режим редактирования нажимаю с и скейли так и тут сразу сделаем еще кое-какое разнообразие я наверно так возьму выделю одну вершину и через 4 указываю да как бы шаблонный зажиматель control shift плюс делаю выделяю уже не 5 и выделяем последние тут так и тут наверное их еще сдвинут а сейчас все выглядит очень стрёмненько но не переживайте все нормально так и выходим из режима редактирования видите как бы все пропало но теперь эти состояния между этим и этим состоянием мы можем регулировать с помощью варьи и видите у нас происходит сдвиг этого наш вот и так же идем опять в настройки создаем да клоп класс а мы были не в первом кадре поэтому так получилось тоже сделаем тут качество увеличим так до пин групп за то что мы выделили да то есть мы должны запомнить что за нее держаться ткани за эту группу вот сэлф коллижен тут тоже 52 вот и можно попробовать также я тут сделал типа пол на давайте я его поставлю вот и этому полу я должен указать что он объект столкновения можно опять сразу попытаться бы все это запечь я тоже давайте до 100 кадра нажимаем бейк а и ничего не происходит ну понятное дело что должно происходить ну видите она чуть-чуть опустилась но параметр там и не анимировали вот поэтому переходим опять включить форм вот параметр в или вот сюда наводим курсор нажимаем ай он добавился ключевой кадр и там например в кадре 70 мы перетаскиваем вот это на единичку и опять нажимаем ай на запоминаем теперь у нас должна быть там приниматься сейчас вот тут ткани весь бэйк удаляем вот проверяем увидите сдвиг есть ну и теперь можно опять взять и запечь это все дело так все запеклось смотрим вот так уже у нас как бы шторка интереснее тоже применяю ко всему этому теперь subdivision это 2 и делаешь ну и вроде бы да не чувств такая шторка получились вот и опять же да мы можем это попробовать ключи форм применить и вот появится теперь еще ключ форм а вот эти вот вот этот можно удалить а вот этим мы можем анимировать так и есть да шторка готова так вернем все передвинем так вот так у нас будет штора здесь вот и скопируем ее shift d y control m y зеркалим так видим что тут столик заходит но короче подвигаем также помню что можно регулировать этот параметр и как бы там добиваться разных ставлю если еще что-то что-то не так мы ну надо или применить и потом в скульпт-моде немножко да все это как бы можно еще порегулировать вот то есть взяли там кисточку кисточку данных галластик форм и куда-то что-то по запихивали вот в общем сделали как надо так ладно да то есть шторки есть готова ну-ка покажу там потолок нормально у меня не маленькая прорезь я зайду в режиме редактирования потолка выберу вот этот сегмент этот и вот этот и передвинуть все теперь мы что спряталась то есть вот получился какой-то элементик есть и тут у нас будет потом светодиодная подсветочка так так как бы как бы готово этот элементик сделали так опять пока что спрячем есть дальше дальше но в принципе там уже нормально там смоделировали какую-то дверцу ага вот видимо тут косячки сразу можно зайти эту точечку передвинуть что к наличнику подходила есть есть вот попробуем какую-то там нужно фоторамку и телефон до сюда сделать и тут кстати такие как раз у нас ручки прикольные получились будет лежать телефон и куда-то там зарядка наш шнурок там резетки и все прикольно будет проходить так устанавливаю сюда курсор перехожу бить сверху нажимаю shift и мэш play режим редактирования захожу и подгоняю размер а типа с телефон потом слэш чтобы все пропало ничего не мешалось сейчас у нас все в сантиметрах вот я приблизительно до какую-то форму телефона сделаю вот так нажимаю 5 е экструдирую насколько то выбираю ребра нажимаю control alt клик и я выделил ринг control b потянул и добавлю эту экране там где-то так сделаю так отлично теперь надо кнопки сделать для этого спроецируем какой-то шейп сюда shift и и добавлю сок r y 90 покручу с масштабирую его вот тогда это кнопка включение выключение еще должна быть кнопка громкость так сразу нажимаю захожу в режим редактирования выберу вершины shift y сюда выделю вот эти две точки нажму control shift b покручу он вот так опушил но вот и поняли для чего я это делаю мне сейчас нужно раздвинуть если раздвинул а так вот видите они вершины эти ниже блин да и соответственно такая геометрия не очень а я вот сделал был и теперь мне все точно потянется до потянул сюда так как бы готова вот теперь выделяя этот элемент а затем выделяю телефон и захожу в режим редактирования перехожу в режим работы с гранями у этих элементов видите еще нет вот все выделил перехожу в проекцию нужную мне вот это и ищу пунктик knife project так и видите вот те наши рисунки как бы сюда спроецировались вот а соответственно вот эти вот элементики уже нам в общем то не надо заходим сюда так как тут кстати еще что нам надо будет нажму ай сделаю вот так вот нажму е и утоплюсь чуть-чуть нажму shift d скопирую этот элемент по selection от соединю его это стекло будет моего телефона есть дальше поработаем стекло есть так заходим сюда теперь выделили этот этот элемент нажмем ай тоже сделали такую толщину теперь е вовнутрь опять ай и теперь е выдвинет дело сюда можно нажать сразу он труда и сделаю с вас очку то и вот в этих вот видите кстати viewport клиппинг один миллиметр альт-клик здесь есть также мне в принципе вот здесь нужно будет фаска 6 уделяю шоу и вот здесь на тоже control b потяну и маленькие дела ну и вот здесь должна быть можно shift f на повторить операцию так сделали давайте стекло типа сделаем что мы тут выбрали стекло вот здесь я вот эти вот вершинки нажму работаю со стеклом нажиму wm subdivide да сам дивадим 1 2 3 4 где-то вот так выделю эти две вершины сделаю так с x вот так вот выделю эти две control shift b покручу пасочку и эти две control shift b покрутим так есть так теперь покажем все опять спрячем выделим стекло выделяем все нажимаем е и экструдирую до этого момента можно даже чуть-чуть и тоже сделаем срез фаску только одну достаточно сегмента вот так да получилось стекло вот так тут нам нужен динамик кликаю курсор shift и добавим цилиндр так с масштабируем цилиндр еще и еще так смотрим насколько он там у нас входит так теперь сюда где-то так shift d y shift сместим так вот нажимаю control j объединяю вот эти вот все свои элементы в один control j захожу в режим редактирования также shift x делаю копии шифтер повторить операцию так и тут нужно обогнать alt альта l&l дэвид удалил выделил все наверное чуть с масштабирую с масштабирую и немножко перемещу где-то так на теперь надо вот этими элементами вычесть все выбрал вы элементы выбрал операцию над которым буду вас и вычитание также у вас перед этим должен быть включена донбул пул то есть активируете его и сохраняйте после чего он станет появится у вас во вкладке edit а тут нажимаете дифференции как бы все хорошо на то есть произошло дальше можно это же и здесь проделать да давайте кстати я оставлю сорт шифт и сделаю щекол сюда и масштабируем его да где-то зарядка должна пустыкаться вот допустим тут тоже он трошим до две штучки получилось едем где-то так вот и теперь тоже сюда цилиндр rx90s масштабчик тоже ждать динамики какие-то выделили сделали так не делили всех контроль джей объединили shift x и начинаем дублировать это опять выделили shift x и сюда перенесли режиме редактирования вот дальше до выделили телефон опять дифференс есть теперь нам нужно выделить вот этот элемент раз и теперь телефон 2 заходим в телефончик переходим эти штуки нажимаем выделили пришли в нужный вид мышка на получилась эта штука тут сделаем ой и здесь конечно лишние вершинки да все вот это вы вот видите такие не туда чуть-чуть подлеплено вот сетка нам тут сильно да не важно ничего сглаживать мы не будем да то есть есть вершины и от вершин происходит вот это вот штука так беру эту к этой м от класс на то есть приварить шифтер вот опять выделяю шифтер то есть избавимся от лишних точечек есть вот теперь выделяю шоу топим так это какая-то зарядка сильно их сюда сдвинул а и он видите пересекаются из-за того потом было работает не верно но выдвинуть да как-то круче фаску выделим эти элементы тоже сюда контрол б я так особо можешь не комментирую вроде такие до операции постоянно которые мы делаем а и в общем слепили какой-то айфон теперь это к этому нужно контрол джей применим дальше выбираем он же 6 смуз до получилась куча неприятностей устанавливаем авто смуз да и вроде бы неплохо уже достаточно все выглядит прелесть да сделали телефончик в принципе там от телефона на могла быть какая-то идти типа и зарядка можно взять тоже этот элемент например шифтер скопировать и залить его и сделать вот так вот тут в принципе опять же можно было спроецировать типа кружочек да ну я не буду я отсюда просто сделаю там проводок пошел так показали все вот он лежит наш телефон джей перенесем р как-то его повернем может быть немножко больше так главное чтобы он на поверхности так сделали ну и можно сделать проводок нам тоже давайте вот тут у нас лишнее курсор тут установлено ставим так shift и добавляем крему вот шая такая заходим в режим редактирования и и нажимаем с масштабируем вот теперь к примеру выбираю вот эту точечку на виде сверху сделали так так тут тоже передвинем дальше с контролом да можно ну экструдировать эти кривые внутрь проводок типа туда зашел добавлю точку выделил 2 да было сомневает вот и добавим как бы толщины этой точечки о этой кривой это нужно зайти в кривую вот он был дэпс если сильно такая ломана увеличить вот это значение 24 так дальше подогнать а тут полтора надо вот ну так и сюда его подгоним где-то так чуть-чуть передвинем можно включать тени чуть-чуть у нас летает ну ну нажмем слэш да перейдем вот так да вылетающий телефон это плохо так есть да это такие себе пропсы да можете тоже там поделать уже сами каких-то там фото рамок и подобавлять накидать в общем различных таких элемент ков вот сюда да туалетный столик тут может быть также еще какое-то зеркало лаки кубнушки и тому подобное вот так на этом будем заканчивать а со следующих уроков более такая вот это сложная тема это моделирование под сглаживание под сабдевает с подразделением поверхности и начнем там с кресла кресло качалка будем моделировать а также потом перейдем к кровати постельному подушки по надуваем так далее ну и следующий этап уже текстурирование так надеюсь вам было интересно все всем спасибо пока так вот так вот так вот так вот так вот так вот Продолжение следует...